В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Недочеты в работе должны быть устранены, причем качественно. В Дагестане продлена акция по увековечению памяти участников СВО до 22 июня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В селе Левошея шестилетний ребенок случайно выстрелил себе в шею. Благо, пуля прошла на вылет. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. По информации ряда источников, семья мальчика отдыхала на даче. Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, нашел в сарае дедовское ружье, рассматривая которое он случайно задел курок. Мемориалы установить там, где их еще нет, а недоработки срочно исправить. В Дагестане продлена акция по увековечению памяти участников СВО до 22 июня, Дня памяти и скорби. Соответствующее заявление сделал Сергей Меликов в ходе совещания по актуальным вопросам. Напомним, в преддверии Дня Победы в республике открылись десятки памятных табличек на домах, в которых жили военнослужащие, отдавшие жизнь за Родину. Однако не во всех муниципалитетах удалось качественно и в срок реализовать задачу. Представители Муфтията Дагестана в честь Дня Победы посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Гости преподнесли им подарки, отметили их мужество и героизм. Юрию Петрухину было всего 17, когда он пошел добровольцем на фронт. Многие эпизоды фронтовой жизни ветеран помнит в деталях и сейчас. Вы боялись войны? Войны? Почему я должен ее бояться, когда я в 17 лет уже был на фронте? Я в 42-м году первым Махачкала в паровозном депо уже работал. 15 лет. Ну вот теперь побоялся войны. Не боялся я. Чего я бояться? Если убьет, то и убьет. Никто тебя не спасет. Я дошел до границы Германии и Польши. Вот там-то там у меня была конечная остановка. Это был год 44 декабря месяц. После ранения я уже не вернулся. Большой семейно-спортивный фестиваль прошел на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра». Масштабное мероприятие, собравшее около 5000 человек, посвятили 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Для жителей и гостей Махачкалы также подготовили культурно-развлекательную программу. В праздничную атмосферу оканулись и наши корреспонденты. Слово Курману Рагимову. На подступах к киподрому образовалась длинная пробка. Желающих посмотреть на увлекательные скачки и просто хорошо провести выходной день оказалось немало. Оставив автомобили за сотни метров, люди идут пешком. Ваши аплодисменты, друзья! А посмотреть на территорию конно-спортивного клуба «Зебра» было на что. Красочные выступления канатаходцев и аниматоров, выставка ретро-автомобилей и мастер-класс по футбольному фристайлу. С 10 часов утра жителей и гостей Махачкалы ожидала большая концертно-развлекательная программа. Зрители угощали ей вкусным пловом. На поле перед главным событием скачками прошли захватывающие соревнования по конкуру. Создание сегодняшнего, скажем так, этого праздника, оно приурочено нашей великой победе, 78-й годовщине великой победы, Великой Отечественной войне. Само мероприятие получилось такое, максимально, скажем так, семейным. Именно то, что мы и хотели. Сегодня на этом мероприятии участвует очень много, как взрослых, так и детей. Люди приходят с семьями, разделяют радости. Видеть на лицах людей переживания за лошадей, за спортсменов, также еще радость за все эти мероприятия, это на самом деле неописуемо, это действительно приятно. И мы понимаем, что в организационных вопросах мы попали именно в точку. Мероприятие собрало около 5000 человек. Кульминация дня – скачки. Впервые соревнования прошли в формате открытого чемпионата Махачкалы. Всего было шесть заездов, на кону по 100 тысяч рублей. С каждым разом у нас ожидания скачек, прибытия людей, прибытия хороших скакунов, они нас удивляют. Вот с каждым разом. На этот раз, конечно, тоже не стал исключением. Тут мы, если мы ожидали, например, половина этих людей, сегодня их втрое больше. Вот обычных, простых людей, которым очень интересно увидеть конское дело и людей, которые с ними занимаются. Самая длинная дистанция – 3500 метров. Борьбу за победу вели лошади арабо-халтыкинской породы. Судьба золота решалась на последних секундах. Рыжий конь по кличке Кинг вышел вперед у самого финиша. То есть, наговора, контролировал, не контролировал, но в коне был уверен. А так хочу сказать спасибо организаторам, спасибо вот ему, потому что он доверил мне. Он не вмешивался вообще. Он сказал, конь твой, делай, как ты захочешь, и все. Я, честно сказать, был уверен, что он выиграет. Я знал, что он выиграет, потому что я знал в хорошей форме. Он тоже готовился, он у серьезных тоже. Это просто вот в последний момент чуть-чуть, честно сказать, по нервниче заставил тогда. Я думал, уже вот-вот догонял там чуть-чуть. Ну, второй тоже без борьбы. Все говорили, что он немножко, короче, толстый, не побежит. А он наоборот, да, еще лучше всех побежал. 21 участник оспаривал победу в заезде среди лошадей чисто кровной английской породы. Здесь первым пришел жеребец из Гельбаха по кличке Лямчик. 1 мая день труда, она заняла первое место. А сегодня, 9 мая, она среди элиты подтверждает свое превосходство над другими лошадьми. И это, конечно, очень знаменательная победа для нас и для нашего района. Весь Гельбах стоит за этой лошадью. Она у нас номер один в Кизлюртовском районе. Вот это все. Основная надежда. И это есть успех. Открытый чемпионат города по конным скачкам в клубе «Зебра» стал для всех настоящим семейным праздником. Организаторы мероприятия, управления по спорту, туризму и работы с молодежью в Махачкалы планируют проводить соревнования ежегодно. Я, как коренной житель из Бирбаша, приехал посмотреть, у нас лошадь тоже участвовала с нашего города. Это незабываемые эмоции, честно сказать. Когда ты просто смотришь, когда ты за кого-то болеешь, это две разные вещи. Шикарный отдых получился. Так как мы все прекрасно понимаем, что каждый из нас занят своими делами, работой, но для семьи, для... Вообще не только махачканицы здесь были. Я вот с Кизелюрта, с Махачкалы, с Хасырта. Откуда хоть своих друзей не увидел здесь? Не ожидал, честно сказать, что столько людей будет. У меня сын здесь, лошадь у нас тоже был здесь. Участвовал? Да, принц. Ну, программ. А вообще как вам в целом обстановка здесь? Ну, очень хорошо. Очень уютно, очень хорошо было. Больше всего эта скачка понравилась. И аниматоры, это все было. Все нормально было. Аль-хамбиллях. Ждем следующего. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 40% коммунальной инфраструктуры республики изношено. Об этом сообщает интернет-портал «Экономика Дагестана». Больше всего в регионе замене подлежит система канализации и водоотведения. Неотложного ремонта требует и 33% тепловых сетей, а также 36% водопроводных труб. Для решения проблемы правительством республики утверждена новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года. На его реализацию будет потрачено около 3 миллиардов рублей. Из них в этом году планируют освоить около 700 миллионов. По итогу общая аварийность в системе ЖКХ должна снизиться на 11%. Дагестан может стать частью газомоторного коридора сетью экологичных заправок. О таких перспективах говорили сегодня на совещании у главы республики. Сейчас данный маршрут проходит от Москвы до Краснодарского края. На всем пути расположены АЗС с так называемым компримированным природным газом. «Газпром» ставит задачу продлить этот коридор и включить в него регионы Северного Кавказа, в том числе и Дагестан. Напомним, метан является самым доступным альтернативным видом моторного топлива. Более 500 медработников из Бирбаша примут участие в конкурсе по книге «Основы религии». Он будет проходить в два этапа – отборочный и финальный. Победители и призеры получат ценные подарки, главный из которых – путевка на малый хадж Умра. Организатором мероприятия выступил муфтият Дагестана. Хотел бы, пользуясь случаем, выразить свою признательность имаму из Бирбашской мечети Абдулла Ажи за такую идею провести конкурс в стенах из Бирбашской городской больницы. Проведем конкурс как следует и очень надеюсь, что представитель из Бирбашской городской больницы займет первое место. Спасибо за предоставленную возможность нашим медицинским работникам участвовать в таком очень благом конкурсе. Надеюсь, что наши участники победят и получат награду тот, кто нуждается в поездке в хадж. И о спорте. Боксер Муслим Гаджи Магомедов вышел в полуфинал чемпионата мира в Ташкенте. В четвертьфинале махачкалинис одолел бразильца Кену Машаду. Поединок в весовой категории до 92 кг завершился единогласным решением судей. Другой наш спортсмен Шарабудин Гатаев путевку в полуфинал спорит с Аделем Альхиндави из Иордании. Наполним, согласно решению Международной ассоциации бокса, россияне выступают на чемпионате мира в столице Узбекистана с национальной атрибутикой. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова